После окончания года кино, который завершился для якутян триумфом о феномене якутского кино, теперь знают во многих уголках России. А некоторые регионы даже ставят нас в пример. Так в ближайшем будущем в Хаваровском крае впервые состоится Дальневосточный фестиваль любительского кино. С подробностями Ниргуяна Васильева. Доброе утро, любители и почитатели хорошего кино. Весна нас радует все приятными событиями в мире кино Якутии. Буквально недавно в Архангельске завершился целый марафон якутского кино, который длился в течение полутора месяцев. В течение всего марафона было показано целых семь якутских картин. Каждый показ собирал полный зал из зрителей и после показов устраивает через скайп прямое включение с Якутска. И у зрителей была возможность напрямую задать интересующие их вопросы самому автору. Первый фильм мы смотрели. Уронгон «Белый день». Ваш. Поднимите руки. Кто смотрел? Вот. Видите? Мы еще организовали такую викторину для самых внимательных зрителей, которые посетили все показы, призы от Якутского международного кинофестиваля. И архангельские организаторы были поражены тем, что очень много зрителей приходило. Несмотря на то, что будний день, вечер, но зритель был. Несколько лет назад мы организовали в Хабаровске дни якутского кино в Санкт-Петербурге, в Москве. Но я думаю, что эта прекрасная традиция продолжится. На якутский фильм просто хожу из интереса. Действительно, ходил на все. Очень понравилось. Но разные фильмы, конечно, разные по качеству и по сюжету. И какие-то понравились больше, какие-то меньше. Но все равно очень интересно, что у нас в стране такое делается. Внимание! Называю вам дату. 25 марта в Хангаласском Улусе в городе Прокровске проводится первый фестиваль для молодежи под названием «Кино-река любительского кино». Приглашаю всех принять активное участие. Кино-фестиваль вообще проводится в целях популяризации и развития жанра кино среди молодежи. И поощрение творческой молодежи в сфере киноиндустрии. Участвует короткометражный фильм любого жанра. Хронометраж максимум 20 минут. И социальные ролики. Победителям кинофестиваля будут присуждаться 10 номинаций. В день проведения кинофестиваля организаторы планируют провести дискуссионные площадки и мастер-классы с участием известных якутских кинематографистов. Весть об успехах наших кинематографистов доходит до каждого уголка нашей страны. И наши соседи-хабаровчане решили с нас взять пример и провести свой первый фестиваль любительского кино под названием «Точка возврата». А приз выставляют целых 100 тысяч рублей. Речь о том, чтобы переплюнуть Якутию в части кинопроизводства сейчас не идет. Как раз именно поэтому фестиваль наш называется «Фестиваль любительского кино». Мы на этом делаем акценты. Тема фестиваля звучит так. Реальные или совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти только на Дальнем Востоке. Чтобы это отражало, как живут люди на Дальнем Востоке. С начала фестиваля в начале июня пройдут в трех городах Дальневосточного региона, на которых будут отобраны участники суперфинала. А их победители в конце сентября отправятся уже на суперфинал фестиваля в Хабаровск. За право выхода в суперфинал будут бороться команды, представляющие три региональных пояса. Полярный, Амурский и Тихоокеанский. Заявки на участие принимаются на сайте .возврата.ком Зрителям желаю смотреть только хорошее кино, а кинематографистам благодарных зрителей. Всем удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok